Играем в что, где, когда. Самые эрудированные ивановцы собрались вместе, чтобы продемонстрировать багаж энциклопедических знаний и широтий кругозор. Межрегиональный турнир по мотивам известной телеигры собрал более ста горожан. Соревнуются команды не только друг с другом, но и с коллегами из Владимира. Это синхронный турнир между городами Иваново и Владимир. То есть одновременно сейчас в 12 часов у Владимира тоже на одной из площадок начинается точно такая же игра с такими же вопросами. По итогам мы подведем общие результаты. Вопросы для игры придумывал один из самых молодых знатоков клуба «Что, где, когда» Борис Белозеров. Во время игры он был на связи с организаторами, помогая решать спорные вопросы. Регламент – три тура по 13 вопросов. Ответить хотя бы наполовину – весьма неплохой результат с учетом того, что вопросы были, мягко говоря, не из простых. В британском сериале «Черная Вадюха» рассказывается о разбойнике, который не подходил на роль легенды. Потому что исполнял только половину принципа. А чего он не делал? На то, чтобы обсудить вопрос, написать ответ на карточки и сдать, отводится минута. В отличие от легендарного Робин Гуда, который грабил богатых и раздавал все это бедным, Эдмунд «Черная Вадюха» не являлся альтруистом. Правильный ответ – раздавал деньги бедным. Интеллектуальная игра такого масштаба в Иванове проводится второй раз. За столами – профи, для которых решать трудные задачки – обычное дело. Однако вопросы от знатока по зубам оказались не всем. Я играю уже больше года, игра замечательная, вопросы все довольно сложные. Некоторые нам не нравятся, откровенно. Но все так оживленно и до чего-то догадываемся, слава богу. Конечно, нужны знания более широкие, чем школьная программа. И эрудиция. Довольно сложно догадываться до некоторых вещей, ничего не зная. Мы ответили, честно, не на большое количество вопросов. Очевидно, не можем еще как-то войти в что-то понять, ощутить. Но я думаю, что преодолеем во втором, в третьем туре. Вот в этот раз, к сожалению, игра пока не показывает наш хороший результат. У нас немного правильных ответов, но вопросы сложные, вопросы сложные. Хотя на некоторые вопросы, если бы еще было время, мы бы, естественно, дали правильный ответ. Чуть-чуть не додумываем. В команде играет, как правило, 5-6 человек. Однако бывают исключения. Елизавета Ершова за столом одна. Играет вне зачета. Вопросы веселые. Для них интересно играть иногда. Но иногда они не очень веселые. Мне весело, конечно, обсуждать с ним что-то и не выглядеть так глупо, когда говоришь сам с собой. Но в целом сложно, потому что в команде все-таки есть распределение обязанностей, а ты тут все делаешь сам. По итогам трех раундов первое место поделили между собой две команды. Пятая колонка и Форде Винт. Серебро у сборной команды 60 секунд. Однако обойти владимирцев не удалось. Опыт проведения подобных игр в соседнем регионе богаче уже 7 лет. Ближайшее крупное соревнование планируют провести в начале весны на Кубок мэра города. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.